так ребята дубль 2 сейчас эфир прервался мой потому что новый утюг воткнули в розетку девочка с которой я живу и у нас просто счетчики вырубила соответственно интернет все прервалось слов нету зачем-то мы этого хотели с вами принимаем и если вы хотите продолжение давайте тогда ваши вопросы если нет тогда я пойду но желание еще с вами потусить в эфире есть я рассказывала вам про деньги посмотрела сейчас в конце прошлого эфира в принципе я донесла эту мысль поэтому тему мы это закончили можно новую какую-то пока жду от вас вопрос подытожу да то что наши деньги наше желание в деньгах просто забирают весь смысл пути жизненного который мы хотели бы пройти до цели какой-то и если бы у нас все с вами было у нас смысл жизни теряется да и только остается какие-то бессмысленные цели которые в принципе если были бы деньги сразу же бы у нас реализовались то есть весь смысл понимаете жить теряется вы это подсознательно себе транслируете вам нужно подружиться с деньгами и с вашим жизненным путем чтобы вместе с ними у вас были цели которые когда которых бы вы доходили с этими деньгами да и наслаждались бы этим они просто взяли бы деньги пошли себе купили что хотели и это вас бы радовало там пять минут весь мир эта иллюзия отключила мысли в состоянии наблюдателя что будет дальше да вот это вот интересно интересно не знать что будет дальше это самое классное в этой жизни представьте если бы мы знали что будет дальше то есть мы все боимся завтрашнего дня боимся нового боимся делать какие-то шаги потому что мы о них не знаем они нам неизвестны а представьте то что вам было бы известно все пути все развилки все ваши шаги вот как бы вы себя чувствовали вот например вы выходите из дома и лестничка да вниз там порожек какой-то и вы знаете что вы сейчас упадете но вы не можете это изменить потому что вы знаете что вы упадете и вы падаете вам больно и вы знаете каждый шаг кого вы встретите кого вы не встретите там тысячу пятьсот партнеров там поменяете или там работ или еще что-то если бы вы все это знали например что там тридцать первый мужик будет вашим мужем а все остальные так мимо проходящий вы бы на них бы не остановились бы никогда да и вы просто сидели бы и смирно ждали бы двадцать семь лет пока там не вышли бы замуж то есть знать следующий шаг когда вы там умрете упадете что вам скажут да жизнь потеряет весь смысл то есть это очень страшно знать следующий шаг что вы услышите что вы скажете где вы упадете поранитесь не знаю какой фильм вы там будете смотреть потому что вы уже знаете его заранее то есть вам не интересно вы даже смотреть вам не интересно будет жить поэтому незнание нового что у вас ждет это так круто а вы боитесь самого крутого в этой жизни то есть вы хотите знать все наперед чтобы вам типа не страшно было да блин это самое страшное ребят самое страшное вы просто представьте что вы ничего не можете сделать с с вашим телом вы будете просто наблюдать как она там падает следующий миг вы знаете что вы сейчас упадете но вы ничего с этим не можете сделать потому что вы знаете это предопределено все что вы знаете если бы вы знали да это было бы при предопределено и вы просто в аватаре выходили бы как робот и не могли бы следить и менять свои слова свои эмоции свои действия ничего бы не могли бы сделать представьте просто вот ходит робот ваше тело а вы в нем сидите как наблюдатель и ничего поделать не можете потому что вы знаете в каждую секунду каждый миг следующего во всей вашей жизни представьте да как это круто это страшно когда вы не можете повлиять ни на что когда перед вами нету никакого выбора потому что вы знаете и если вы сейчас это в голове проживете вот после эфира возьмите и прям представьте что вы вот знаете ближайшие 10 минут как вы его будете проживать и вы ничего не можете изменить потому что если бы могли вы бы не знали правильно вот это и страшно что вы не понимаете что весь кайф вне знаний вот это самое страшное что вы хотите но можно сказать самых страшных вещей и вы не понимаете что они страшные вот аж так мне полегчало я выдохнула больше как классно что я ничего не знаю что меня ждет это же так интересно жизнь она интересна тем что каждый миг новый творим куда она занесет дальше наши действия наши слова наши мысли это это интересно библию придумали люди бог писал книги для нас ну давайте сначала с вами решим кто такой бог но в той интерпретации в которой она записана я думаю что ее записали люди но если копнуть глубже то та информация которая там содержится это можно сказать дневники бога который не является тем что мы думаем о нем потому что это существо не из нашего мира до которой нами управляет и управляет для своих эгоистичных целей вот мы для него как батарейки но эта тема очень-очень тяжелая для эфира я наверное не буду ее развивать каждый раз когда я заговариваю про эту тему у меня просто начинает даже голова болеть потому что я чувствую ну вот у меня внутреннее прям сопротивление рассказывать об этом поэтому напомню посмотрите пяти брата как в прошлом эфире я вам сказала он очень хорошо рассказывает про все эти священно писания про все эти кораны и библию про бога вот бог и творец это разное может глобалисты написали для нас чтобы управлять не буду даже рассуждать на эту тему зачем глобалистам это нужно если они вообще мы можем только гадать обсуждать то что мы наверняка не знаем ну так себе давайте лучше другую тему ребят не хочу на эту какая тема эфира нету темы эфира тема эфира всегда вопрос-ответ вы подкидываете тем я ее развиваю задаете вопросы я на них отвечаю это мое любимое потому что вот не знаю я настолько спонтанный человек я не могу определиться с тем и никогда так как у меня мысли просто в жух как поезд с кучами вагонов каждый в каждом вагоне своя тема мне хочется все рассказать вот все и это настолько много информации что не могу конкретно на чем-то остановиться когда вы меня тормозите своим вопросом так давай вот так я окей на или ты похудела ли кажется ну да я похудела я всегда была 48 килограмм а сейчас вообще 45 не знаю как это похудела как мама бы сказала моя всегда была худосочная сегодня сделали рентген у дочи младше пневмония правосторонние психосоматике психосоматике блин ни одной мысли посмотрите в интернете психосоматику пневмония и переложите на себя то есть не важно то что это дочка болеет переложите на себя что вы для себя не делаете да какие токсичные мысли в вашей голове почему меня рождаются одни девочки уже четвертый если это по вашей это ваше желание просто примите как обучиться навыкам про которые слышал но не станешь их процессы реализацию узнать копаться инфа придет искать что еще об этом сказать боже мой вопросы такие что у меня нет ответов на них либо они для меня кажутся такими странными ну или что думаешь расстановках после поле определяет расстановщик и насколько ты считаешь эффективным я не занимаюсь расстановками я не готова судить о том чем я не увлекаюсь не скажу высокая температура несколько лет ну здесь надо понимать высокая температура это нормальное состояние тут человек себя нормально при этом чувствует если нормально то есть пускай ничего страшного если при этом плохо человеку да все время чувствует усталость то надо посмотреть против питания чем питается человек чем он себя травит а питание конечно зависит от психосоматики первично конечно это наши мысли в голове и уже эти мысли определяют как их реализовать во внешнем мире но во внешнем мире быстрее всего на тело которое нам подало бы сигналы с нами разговаривала бы и сказала о чем это на него надо как-то повлиять тоже физически тело физическое поэтому еда первый признак на который нужно обратить внимание что вызывает температуру температура если всегда была нормальная температура там 36 и 6 и вдруг она стала ненормальной то это постоянная борьба борьба внутри головы конечно же да и борьба тела с внешними какими-то факторами внешние факторы это отравление и надо пересмотреть свое питание опять к нему возвращаюсь а если меняя внутреннее состояние реальность меняется через какое время да нету тут никаких временных промежутков потому что времени не существует мы всегда себе транслируем ровно то что в данный момент есть в нашей голове и тем кем мы являемся не факт что ваша реальность не поменялась миллиарды раз вы просто этого не помните и в данную секунду если она транслирует что-то значит на это обратить надо внимание здесь сейчас принять это и подумать что мне показывает моя реальность вчера может быть у вас были другие родители другое местоположение другое тело вы были мужиком пятилетний вот но вы этого не помните поэтому этот вопрос где не существует времени то есть мы живем вечно здесь сейчас в пространстве где нету время она никуда не течет никуда не движется ни откуда ни куда то время определяет ход наших мыслей это не время течет а мысли наши текут и если мы в голове не меняем никакие шаблоны наши программы то то мы наблюдаем ну одно и то же можно сказать да но мы можем не знать что у нас были какие-то другие программы другие шаблоны 10 минут назад может мы их так поменяли что мы просто этого не помним наше прошлое складывается из точки здесь сейчас оно подстраивается под наше настоящее для того чтобы уму было понятно почему в данный момент здесь сейчас мы имеем то что имеем и начинает нам образами картинками воспоминаниями которые сейчас в настоящий момент создаются проецировать нам прошлое которого не было не существовало мы всегда в настоящем моменте живем и говорить о том что когда поменяется реальность ждать его изменений это самые бессмысленные вопросы никогда ничего не ждите ваша задача с которой вы сейчас проживаете в этом теле эту жизнь только в единственном в единственной цели состоит принять ту реальность в которой вы живете и наслаждаться ей и находить в ней развитие свое плюсы свои там благо свое радость потому что весь смысл понять себя вот но мы находимся не в настоящем моменте мы всегда эту жизнь шлем нахер мы находимся в иллюзиях в розовых очках мы пытаемся менять следствие реальности уже материальный мир который не является тем как сказать тем настоящим кто мы есть что мы есть чем является наша жизнь мы пытаемся поменять то что уже произошло это уже невозможно это можно только принять принять и понять что у меня сейчас в голове кто я такой чем я это творю почему я это творю для чего вот менять себя только никак не внешне это бессмысленная борьба с ветряными мельницами менять внешний мир который уже произошел который уже есть который мы создали понимаете с вами и это ненормально жить в будущем жить в ожиданиях это ненормально нормально жить сейчас наслаждаясь каждым мигом в моменте который мы к сожалению упускаем и мы будем умирать множество раз делать себе лоботомию делать себе уходить в забвение чтобы избавиться от всех этих шаблонов опять этих от этих привязок к внешнему от этих программ для того чтобы заново учиться до тех пор пока мы не научимся жить и мы это делать не умеем и вот нам наша жизнь транслирует всегда одно и то же вы не живете вы все время стремитесь чтобы быстрее опять умереть все забыть и опять попробовать заново эту игру пройти только потому что вы пытаетесь менять декорации игры но не понимаете что вы в ней находитесь и как вы ее создаете но чтобы это все понять вам нужно играть в нее в эту игру играть в эту жизнь не знаю еще какими словами вам объяснить то есть гонка за внешним поменять то что вас не устраивает внешне это самое бессмысленное что можно вообще делать потому что вся эта борьба только порождает бесконечную борьбу и неудовлетворенность бесконечную неудовлетворенность нету ни радости ни энергии мы только боремся боремся и боремся а вот принять вот это вот это самое сложное для чего я это создаю кто я есть вы продукт всего что вокруг себя видите то что вы видите вот все материальное это тоже вы и все состоит из вас каждая песчинка каждый человек каждое событие и вы себя через этот мир проживая его в настоящем моменте можете познавать кто вы такой и почему вы воплощены именно в этом но ваши мысли ум вводит только для того чтобы изменить внешнее и чтобы он не смотрел на внутреннее потому что уму это не выгодно ум нашел лазейку к нам а мы это не ум мы это не тело мы совершенно другое даже представить это невозможно все что представит ум это уже не мы это уже иллюзии можно так сказать и ум нашел лазейку чтобы мы ему поклонялись верили это уже целая сущность которая сосет из нас энергию живущая отдельной какой-то жизнью которую мы напитали своей энергией и он перетягивает одеяло на себя типа посмотри какой я классный ум я тебе рассказал как вот сделать вот эти шаги и ты их так быстро достиг пойдем к следующему желанию пойдем к следующему желанию он все время забирает бразды правления от вас творцов которые вот это вот все творят присваивает себе и вы ему поклоняетесь и верите и становитесь полными жертвами этого ума ну то есть всю силу свою как кузнецы своей судьбы там счастья своего жизни своей отдали уму который вами не является и вот этот ум все время заставляет вас гнаться за желаниями за изменениями сопротивляется всему что вокруг происходит давай быстрее изменим давай быстрее изменим вот но это не вы это такая тема хочу сказать мне сложно не говорить потому что я даже не знаю какие слова подбирать ваш ум начинает просто вот так вот извилины свои что она несет он сопротивляется так сейчас почитаю что вы тут написали шаблон раньше было лучше мешает жить да согласна что бы ни случилось мы всегда возвращаем себя а вот тогда было лучше а все почему потому что с каждым днем наш ум обрастает вот такими гигантскими шаблонами убеждениями которые нас тормозят во всем быть счастливыми и радостными действительно раньше было лучше но не потому что это раньше в моменте там с другим правительством там или а потому что мы тогда были детьми чем ты больше юн тем меньше в башке шаблонов чем меньше опыта тем счастливее ты потому что опыт откладывает определенный отпечаток с какими-то негативными последствиями и мы уже боимся что-то делать потому что а вдруг опять не получится а вдруг опять получится то что нам не понравится вот мы все боимся этого опыта и отсюда вот все наши вот эти убеждения шаблоны от негативного опыта нас тормозят естественно когда нас все тормозит наш ум нас останавливает от действий от радости от счастья от делания того что мы хотим от проживания вот радостного момента вот этого он нас тормозит и естественно нам не нравится этот момент мы хотим туда обратно где мы еще не зашорены информацией не зашорены своим умом не зашорены опытом который был негативный правильно поэтому нам и кажется что раньше было лучше с одной стороны да так и есть раньше было лучше но с другой стороны это раньше оно и сейчас такое же никто извне вам не мешает сейчас опять стать чистым листом ребенком найти в себе этого маленького ребенка который хочет жить познавать новое улыбаться радоваться чего-то хотеть гулять по лужам не знаю там изучать что-то смотреть на что-то восхищаться чем-то беззаботным быть вам это ничего не мешает вот сейчас вспомнить в себе этого ребеночка пожалеть его что блин маленький мой ребеночек я о тебе забыл внутреннем ребенке да ну наконец-то я тебя нашел и сейчас давай мы с тобой подружимся наконец-то я разрешу тебе наслаждаться этой жизнью жить просто вот не останавливая себя ни от чего пофиг что там люди скажут да какая разница на эти правила мне все равно на их мнение зачем я слушаю мнение а что люди скажут это моя жизнь вот дети они не слушают да они родители конечно слушали но сейчас мы выросли у нас позиция если взрослого да не ребенка она еще лучше потому что тогда у ребенка были авторитеты которому нужно было поклоняться слушаться чтобы ребеночка любили а сейчас мы сами ответственно за свою жизнь сейчас нам вообще никого не надо слушать даже вообще никаких авторитетов понимаете и родителей нам не надо слушать то есть у нас позиция намного лучше но мы и взрослого принимать не хотим потому что мы сейчас не только родителей слушаем мы вообще все общество слушаем а вдруг о нас чего-то там подумают не то если мы не так что-то скажем не так что-то сделаем а меня там осудят покритикуют ой боюсь боюсь значит вы еще не выросли а шаблонами обросли вот представьте что вы теперь можете взять на себя ответственность никого не слушать ну и вспомнить еще и о ребенке внутреннем это же ну очень круто для этого вам нужно понять что ваш ум забрал в разды правления и пора ему сказать до свидос помахать ему ручкой подружиться и сказать давай ты мне будешь помогать анализировать делать какие-то шаги вот в моменте сейчас а вот о будущем о прошлом изволь не выеживаться и не подкидывать мне никакие мысли давай с тобой дружить общаться разговаривать над теми шагами которые могу здесь сейчас сделать для того чтобы радоваться для того чтобы было мне по кайфу вот давай договоритесь со своим умом вот если у вас будут какие-то мысли посылайте их нахер какие-то мысли по поводу того что кто-то меня осудит или кто-то не так скажет кто-то меня покритикует плюс ум вам всегда говорит о том что вы что-то можете потерять это самая главная самая главная уловка ума вы боитесь в отношениях шагу ступить потому что боитесь партнера потерять вы боитесь работу потерять вы боитесь там семью потерять друзей потерять положение в обществе потерять еще что-то потерять все время боитесь что-то потерять и это вас сдерживает в рамках ну когда вы поймете что в этой жизни вы не можете ничего потерять что внутри вас есть все абсолютно и вы можете проецировать ту реальность какую хотите и что вам и так ничего не принадлежит, и вы не можете потерять того, чего нет. И то, что это реальность, ваше физическое тело и ваш ум, и адекватность, и всё, что угодно, вам не принадлежат. Вы совершенно другое. И не надо пытаться понять, кто вы, потому что всё, что вы будете думать о себе, это проекция ума. Я ещё раз возвращусь к тому моменту 15 минут назад, о котором говорила. Не надо думать, кто вы, что вы, как вы. Вы безмолвный наблюдатель, и вы ничего не можете потерять. Если вы что-то теряете, вы сразу приобретаете что-то другое на это место. И круче, и новее, и прикольней. Не бойтесь. Вот этот страх, с ним нужно подружиться. Если вы перестанете бояться потерь, тогда вы сможете, как ребёнок, двигаться, ну, осознанно, конечно же, двигаться по этому пути во все стороны, расширяться, самоосознаваться, познаваться, радоваться, кайфовать, идти в новое, генерировать свою энергию. Когда вы перестанете себя останавливать из-за страха в потере. Вот с потерями надо разобраться, конечно же, в первую очередь. Почему вы боитесь потерять? Например, мы боимся потерять, давайте пример такой, партнёра. Лишний раз что-то сказать. А потому что этот партнёр может вызвать в вас боль, страх одиночества внутри. И мы её, эту боль, которая в нас есть, настолько внутрь глубоко запрятываем, что нам всё время приходится общаться с такими людьми, которые нас предают, уходят, и мы их теряем. Чтобы мы эту боль вытащили, потому что она наша внутренняя, никак не связана с теми людьми, которые приходят в нашу жизнь и которые уходят из неё. Пришли такие, «А, бери меня, давай сейчас поженимся, замуж выходи, или там женись, всё что угодно, давай семью создаём». И потерялся по-английски. Это всё делается нами, в нашей реальности, только для того, чтобы вытащить этот страх и проработать его, посмотреть ему в глаза и понять то, что вы не одиноки, весь мир — это есть вы, что вы не можете себя потерять, не можете себя приобрести, и вас нет, и вы есть одновременно. И вот этот страх одиночества всё время, если у вас есть этот страх, всё время будет выдавать вам вот эти фентифлюшки внешние, да, вы всё время будете получать партнёров, которые будут от вас уходить, бесконечно. Вы будете снова и снова эту боль проживать, пока не поймётесь, что вы боитесь потери. Но это потеря и боль про вашу душу. Это ваша внутренняя боль потерять себя. И пока вы не осознаете, то, что это боль про вас, про вашего внутреннего ребёнка, про вашу душу, то вы будете во внешнем мире показывать себе эти картинки с плохими петрушками, которые всё время вас будут бросать. Когда вы понимаете, что я не боюсь остаться одна, я выживу один, одна, и что я себя не потеряю, внутренний ребёнок со мной, то, что я готова жить радостно, там, сознавая этот мир, кайфуя, радуюсь, идя в новое, что неважно, какие персонажи и петрушки рядом с вами, да, вы будете продолжать спокойно свой жизненный путь. И если вы не боитесь, то во внешнем мире реальность будет вам всегда показывать, что рядом с вами всегда намертво прилепятся люди, которые от вас никогда не уйдут, не отлипнут и всегда будут с вами. Когда вы эту боль проживёте внутреннюю, когда вы поймёте, что это боль о вашей душе, которую вы всё время теряете, фокусом внимания, сливаясь с других людей, живёте чужими жизнями, не своей. Точно так же с потерями работы. Почему я так боюсь потерять эту работу? А что, я больше ничего не смогу? А может быть, мне путь такой дан, что я могу, потеряв работу сантехника, пойти выучиться на кого-то другого и приобрести смысл ещё более масштабный и кайфовый, обучаясь на электрике. Я не знаю, кого угодно. Это такие просто банальные примеры, смешные. И когда вы разберётесь с тем, что не нужно бояться потерь, разрушений, то у вас их в вашей жизни не будет. И тогда вы уже бесстрашно можете, ну окей, потерял, потерял, ну окей, бизнес потерял, ну окей, то потерял. Но зато я приобретаю другое. Я приобретаю огромнейший опыт расширения, знания и новые возможности, и новую жизнь жить по-другому. Потому что если я это потеряла, это было моё желание с этим расстаться, так как то удовлетворение, которое на самом деле я хочу, вот это вот не несёт. То есть со всем, чем я расстаюсь, мне это надо. Я сама это разрушаю. Ум будет вас уводить в обратное и говорить то, что нет, ты тут ни при чём. Это он, Петрушка. Это вот там люди плохие. Это они меня там обманули. Он будет рисовать картинки всяких гадостей. Но на самом деле все разрушения творите вы, и они вам нужны. И это ваше желание. И это ваше огромнейшее желание. Без вашего желания бы этого не было. Вот проработайте страх потери. Те, кто не в отношениях, проработайте свой внутренний страх, свою внутреннюю боль, остаться одной. Просто смотрите. Когда вы боитесь остаться одной, жизнь будет всё время делать так, чтобы вы были одни. Чтобы вы научились и поняли, что пока вы один, вы не умер ещё. То есть мы боимся всё. Я жить без этого человека не смогу. Я вот одна не проживу. Вот мы боимся этого. И нам жизнь показывает. Мы сами себе показываем. Наша душа нам показывает то, что ты же живёшь, ты же один, не умер, нормально всё. У тебя есть ещё куча дорог, в которые ты можешь пойти, развиваться. Всё же нормально, ничего же не произошло. Мы каждый раз себя тыкаем носом, что вот, обрати внимание, что ты жив-здоров. Но когда вам уже это будет не страшно, да, будет человек рядом с вами, который будет идти с вами. То же самое с работой, то же самое с детьми, то же самое с любыми сферами жизни. Так. То есть я и раньше это слышала, я поняла только сейчас. Этот эфир тоже для меня. Да, конечно, всё, что приходит в вашу жизнь, вы сами это в себе и притягиваете. Про своё воплощение создаётся впечатление, что я где-то с кем-то поспорила, что человек с низким IQ сможет как-то понять те ценности, которые мозг в силу своей глупости почти нереально понять. Зачем вы себя так обесцениваете? А вы — это не ум. Это ваш ум с низким IQ. И не ум надо понимать. А пускай ум вас поймёт, потому что это вы — то бескрайнее, бесценное, всеобъемлюющее, информационное поле всего бытия, и всё это в вас есть. А ум глуп, и не надо ему отдавать бразды правления, чтобы он думал, как вам жить. И анализировал, строил планы, задачи ставил. Планы цели — это хорошо. Это наши ориентиры, чтобы по ним идти, наслаждаться вот этим пройденным путём. Сама цель не важна. Она важна тем, что есть просто какой-то ориентир, чтобы не стоять. Но смысл в этом ориентире нет. Вы можете его менять. Можете менять ориентиры всё время, преобуваться и каждый раз хотеть новое. И хватит слушать ум. Когда слушаю эфиры, ум опережает и говорит в голове, что ты скажешь, и это совпадает. Что это? Но это интуиция, наверное. С одной стороны, да? На физическом плане. А так вы на самом деле всё это знаете. Ум блокирует от вас информацию. Вернее, вы сами блокируете информацию через ум. Зачем? Непонятно. Ну, надо с этим разбираться. Похоже на шизу. 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 Может быть, похоже. Ты дала ответы на первый вопрос, и говоришь, что ты знаешь. Я не знаю. Понимаете? Я реально не знаю. Мой ум не знает. Когда я что-то говорю, я не осознаю в этот момент, что я говорю. Потому что если я буду концентрироваться на своих словах и пытаться уловить, осмыслить их, то вы не услышите той информации, которую я говорю. То есть это как в потоке, что ли, можно сказать. Я свои эфиры всегда переслушиваю. Кто со мной давно знает, я всегда вот так, ого, как я это могла сказать? Я этого не знаю. Я придумываю на ходу, можно так сказать. Но на самом деле, ну, это глупо говорить, да, я придумываю на ходу. Я говорю то, что вот просто вот мысли, какие приходят в голову, я их сразу считываю и рассказываю. До этого я их не знала. У меня был страх одиночества, сейчас больше нет. И мне так кайфово одной. Вы ещё не прожили своё одиночество, вы ещё не поняли в нём суть, иначе вы бы не были одной. Вот. Пока вы одна, значит, вам ещё нужно это проживать. А проживаем мы это для осознания каких-то, значит, вы недоосознавали что-то. Ой. Телефон чуть не упал. Монетка знает лучше ума. Да, секрет монетки, кстати. Монетки нету рядом. Пока летит монетка, мы знаем ответ. А почему? Потому что, когда мы загадываем, там, орёл или решку, знаете, да, этот прикол, допустим, орёл — это вот я пойду, орешка — не пойду. Когда мы видим, ну, там, стороной какой упала монетка, и у нас такая, ой, я это не хочу делать. Соответственно, мы хотим противоположное, поэтому мы знаем. Просто это помогает нам проанализировать. Скажите, пожалуйста, мне с собой надо разбираться. У дочки скоро 9 лет, страх смерти, страх старости, как в ней работать? Ну, значит, страх смерти и старости нужно прорабатывать вам. Для этого приходите на бесплатный курс. Ссылка в шапке профиля. Все техники, как работать со своим мозгом, со страхами, с проблемами, я дала бесплатно. Ребят, просто заходите и работайте. Кто хочет, чтобы я вам рожёвывала и в нос, в нос, и в рот, и в нос, и в уши ложил, да? Клала, блин. Ой, боже мой, русский язык богатый. А то это стоит денежка. Ну, а я ещё... Блин, я же смею. Всё, язык заплетается. Я ещё все ответы дала во всех видео. Их несколько сотен. Было 500, сейчас поудаляла. Где-то 400 видео осталось на YouTube. Я имела в виду, монетка лучше знает, что делать. Иногда мы не хотим что-то делать именно из-за страха. Иначе не кидали бы её. Да, я вас поняла, да. Но не факт, то, что монетка упадёт той стороной, то вам и надо делать. Нет, вам надо будет сделать то, что вы захотите. Потому что часто монетка упадёт той стороной, которая вам не нужна. И вы сразу будете об этом понимать, что, о, всё-таки я хотела решку, там, манерла. А кто-то идёт наперекор монетки, да, наперекор своей интуиции и получает потом по башке. Ой, блин, ну же решка же выпала. Это уже так, переложили на монетку ответственность и всё. Но фишка в монетке другая, что когда она падает, вы уже знаете, что вы хотите, чем ей упасть, какой стороной. Либо чтобы она вообще не падала. Ох, помню, раньше у меня в эфирах было сотни людей, сотни, сотни, сотни. Сейчас 30 человек. Интересно, это моё желание, так повлияло, чтобы очень мало народу слушало. Или через ВП никто не хочет, надо заходить, надо какие-то другие каналы, эфиров искать, где все будут тусить. Скажите, пожалуйста, через какие каналы ещё можно эфирить? Может, в YouTube выходить в прямые эфиры? Не знаю. Никогда, кстати, этого не делала. Но там мне народу мало. Ой, что-то я нажимаю тут не то. Так. Коротенько почитала ваши сообщения. Я слышала, наоборот, нельзя делать наперекор монетки. Ну, я слышала там тоже, вон, бабки на заборе, ой, на заборе, на лавочке сидят, а на заборе там орган написан. Мало ли, что вы слышали. Вы как бы сами проанализируете, зачем кидают монетку. Надо ли передавать ей простые правления? Или всё-таки вы умнее монетки? А в ТикТок не пробовала? Ну, где-то года два назад или год пробовала, тоже не зашло. Я не умею записывать красивые видео, делать короткие видяшки. Мне все говорят, давай там рилсы. Коротко и ёмко у меня не получается. Ну, только вот в диалоге, когда у меня есть зрители, когда у меня есть аудитория, которая задаёт мне вопросы, мы ведём диалог, да, я могу общаться. Но стоит мне просто задать вопрос перед камерой, и никого нет в зрителях, я просто вот перед вот так монитором сижу, экраном, и я вообще не понимаю, у меня мыслей нету, просто вот ноль. Вот просто пустота в башке, понимаете? Если мне задать вопрос, я знаю на него ответ, сказать не могу. А вот когда в диалоге без проблем. некоторые кидают, чтобы Вселенная ответила через монетку. Да нету никакой Вселенной, не существует никакой Вселенной, вся Вселенная это вы. Какая Вселенная, кому вы там бразды правления отдаёте, с кого вы там ответственность снимаете и кому её передаёте? Так вы и не поняли мой ответ, который я вам уже и вот так, вот и так, и со всех сторон уже рассказала, ну вот, блин, просто зашоренный мозг. Окей. Мысли форма не даст себя разрушить. Я ухожу, приятно было с вами пообщаться, классно было, радостно с вами посидеть. Завтра, надеюсь, я выйду. Выходить в эфир мне надо каждый день, но теперь уже слово говорю надеюсь, потому что первые там дни я выходила вчера-позавчера, просто забила, хотя надо, мне надо для удовлетворения своей игры. Вот. большое спасибо, я вас тоже благодарю, эфир сохраню, да-да-да-да-да-да, спасибо вам за сердечки. Кто хочет не пропускать мои эфиры, зайдите ко мне в профиль, нажмите колокольчик, чтобы оповещение было. Кто будет смотреть это видео на YouTube, там тоже есть колокольчик. если вы будете мне писать комментарии, я буду видеть ваш отклик, обратную связь, это будет бла-бла-бла-бла-бла-бла, это будет бла-бла-бла-бла-бла-бла, делать энергообмен со мной, это будет мотивировать меня дальше, вещать, ну на самом деле всё это херня. Это просто потешить моё эго, которое я очень люблю, и если вы будете тешить моё эго, моё любимое, писать «Нель, какая ты классная, восхитительная, крутая», вот, то, конечно, я ещё больше буду распыляться перед вами. Всё делаю в своих эгоистичных целях, это правда жизни. Целую, обнимаю, комментарии очень хочу, чтобы это меня потешило, потому что я, как и вы все, хочу, чтобы меня все любили, чтобы все купали меня в своих эмоциях, обнимашках, вниманием, потому что сейчас многие скажут, что это тебе транслирует, Нелли, а я скажу, потому что мне не хватает любви к себе и внимания к себе, поэтому я очень хочу, чтобы подпитали меня свои внимания вы. Честна с вами напрямую говорю это, чуюлить, чуюлить. Вот на этой шутке юмора я заканчиваю с вами эфир, люблю вас, обнимаю бесконечно, вот просто бесконечно дарю вам свою энергию и любовь, потому что все вы мотивируете меня жить. Это да, это вот так и есть, потому что мы с вами целая, и каждая клеточка, которая желает жить, делиться с другой, обмениваться микро-макроэлементами, питательными веществами, подпитывать, размножаться и так далее. Она даёт всему организму быть здоровым, целым, счастливым и так далее. И, естественно, я одна в этом мире бесполезная, вот, и мира без нас всех будет отсутствовать, не будет его. Поэтому давайте друг друга мотивировать, жить, кайфовать, радоваться, помогать друг другу. Дарить любовь, дарить внимание максимально с благодарностью каждому, кто встречается на вашем пути. И тогда в вашем мире будет всё офигенно, потому что у нас общий мир всё-таки, а не отдельный. Теперь на этой ноте офигенной. Целую вас, обнимаю, я пошла. Пока-пока.